Солнечным осенним утром 8 октября курсанты и педагоги филиала Сахалинского морского колледжа собрались на территории учебного заведения, чтобы принять участие в значимом событии в истории колледжа. Торжественной церемонии открытия мемориальных досок в честь заслуженных работников рыбного хозяйства Российской Федерации, замечательных педагогов Александра Никитича Чеченина и Александра Николаевича Малышева. Некоторое время назад родилась литерия, где на стенах нашего родного учебного заведения появились мемориальные доски таким замечательным людям, Александр Никитича Чеченина, который десятки лет, больше сорока лет, был руководителем данного учебного заведения. Колледж училища до этого, ну, попросту говоря, моряковка, при нем пережил трудные времена, но вот он своей энергией, своим трудолюбием вытянул его, и за это, конечно, огромная благодарность. Я думаю, что здесь и сейчас появившийся памятник доска навсегда будет напоминать о том, что в этом здании трудился какой-то замечательный человек, не менее замечательный человек Александр Николаевич Малышев, который был у меня предполагателем. Я вспоминаю его с удовольствием, он выносил не одно поколение мореплавателей. Открытие мемориальных досок в их честь – возможность еще раз вспомнить и отдать дань уважения людям, посвятившим свою жизнь морю, воспитанию и образованию многих поколений, обучающихся Сахалинского морского колледжа. Чеченин проработал в должности начальника колледжа, более 30 лет подглавлял колледж и внес огромный вклад в развитие. Малышев – это преподаватель моро-астрономии, который воспитал ни одно поколение моряков, ни одну династию. Событие действительно значимое, особенно для выпускников Сахалинского морского колледжа. Многие возвращаются, посещают наш колледж, мы общаемся. И, конечно, для всех выпускников это очень значимое событие. Многие из тех, кто пришел в этот день на памятное мероприятие, знают и помнят двух выдающихся педагогов, отдавших училищу и впоследствии колледжу всю свою трудовую жизнь и все силы на воспитание достойных моряков. Для всех нас, кто лично знал Александра Николаевича Чеченина, Александра Николаевича Малышева, для их коллег, для знакомых, для многочисленных курсантов, выпускников, сегодня мы открываем мемориальные доски на посаде здания, где много лет трудились эти замечательные люди. Мы отдаем им дань памяти и уважения. В торжественной церемонии приняли участие представители администрации Невельского городского округа, правительство Сахалинской области, Сахалинской областной думы, ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, преподаватели Сахмур-колледжа, курсанты, родные и близкие героев. Все присутствующие почтили память минутой молчания и возложили цветы к новым мемориальным доскам. Сейчас у меня подрастает правнук Александр Чеченин, правнук. Ему 15 лет, 16 год. Надеемся или думаем, что может он пойдет по стопам деда, потому что многое он о нем знает, мы рассказываем все, у нас и фотографии, все есть. Поэтому вот память, хотя уже столько лет прошло, память о нем мы сохраняем, конечно, всегда. Продолжилось мероприятие еще одним не менее важным событием – посвящением в курсанты. В этот день колледж принял в свою большую семью 90 новых молодых людей, которые решили связать свою судьбу с морской профессией. Будущий капитан из города Партизанска Вячеслав Рослый с самого детства мечтал о дальних плаваниях. Во-первых, капитан должен быть адекватным, дисциплинированным и, как говорится, образованным. Потому что там рассказывали учителя, что были такие капитаны, которые были необразованные. Рассказывали историю, что один капитан вообще писал не электрика, а электрик. То есть, как бы, были такие случаи. Курсант Захар Захаров с Забайкальского края обучается в стенах Масахмур-колледжа уже второй год и ни разу не пожалел, что пошел учиться на судомеханикам. С особым трепетом Захар вспоминает свое посвящение в курсанты. Механика – это второе лицо корабля. И я ни капли не жилю о том, что просто курсанты. У меня было чувство гордости. То, что я вот ношу эту форму, за которую воевали наши прадеды, у кого-то даже и деды. Ну, все равно чувство гордости больше всего. После произнесения торжественной клятвы и поздравительных речей курсантам вручили долгожданные курсантские билеты. В процессе учебы новоиспеченным курсантам предстоит познать азы не только теории, но и приобрести навыки по техническому обслуживанию судна. Елена Стрелкова, Александр Трунин. Невельские новости.